и снова здравствуйте всем привет итак давайте в этом ролике попробую подтестить значит вариант привязки футбольного мяча готовой анимации из миксама вот персонаж значит вратарь с команды ссср по прошлым роликам и вот он прыгает и должен поймать мяч так тестим значит информацию есть значит вот он футбольный мяч тройка на нампаде так n панель включу скрин каски и так включим скрин каски чтобы видеть что будет нажиматься так это все мои аддоны которые тут установлены так а скрин каски что-то потом проскочил так n панель все теперь слева вы будете видеть что я буду нажимать так футбольный мяч выбираем прописываем значит английская и первый кадр и значит нам понадобится еще два кадра здесь вот где он ловит это включаем значит мов поднимаем наш мяч до персонажа доводим его к рукам смотрим что у него тут получается единица на нампаде как он тут попал значит в руки вот такая штука так что тут чтобы пальцы не проваливались в принципе для понимания нормально так прописываем его тут значит английская и и что у нас получается тройка на нампаде значит мяч летит и вот он его ловит но дальше анимации нет все теперь нужно привязать к персонажу вот эту вот анимацию как будем делать значит что нам понадобится нам понадобится зайти выбрать значит сам мяч зайти во вкладку обзор констрейны выберем чилд выбираем арматура и выбираем значит нам понадобится однако какая-то косточка именно с руки выбираем персонажа переходим во вкладку значит настройки костей и значит нейм ищем название нас вот этой косточки ну чтоб лучше искать надо чуть вдаль увести так и она будет называться давайте посмотрим чилд а контрол хэнд и крик все нормально теперь включаем контрол хэнд и крик находим теперь опять же где у нас здесь анимация с мячом выбираем мяч находим констрейны и пишем по-английски кт-р хэнд это л дальше л на добавить так или наверно хэнд я сейчас вот эту беру и так поищу вот неудобно мне вот удобнее именно когда стоят первая кость десятая пятая так удобней чем вот эти названия кт-р хэнд ищем хэнд ик рихт так смотрим что у нас тут получилось ставим на сорок восьмой кадр и привязываем сет инверс все привязалось это дело теперь смотрим что у нас получается что мяч ушел ваще вниз что нам нужно сделать по тому ролику что я смотрел дальше будем как у него сказано он на английском если кому то надо будет я ссылку оригинала оставлю или в группе или под роликом так теперь значит ставим здесь у нас восемьдесят сколько у нас тут кадров 83 кадра значит ставим на первый кадр и вот здесь впечатаем 83 enter переключается снимаем вот это отключаем глаз и прописываем на первый кадр английская и так теперь мяч уже вы видите что мяч находится там где нам надо вот но теперь получается другой косяк видите он не держит руками теперь нам нужно поставить на сорок восьмой кадр включить глаз и прописать английская и так все теперь должно работать так мяч на месте оп все он ловит и видите мяч остается у него в руках если вдруг нужно угол какой-то поменять и добавить какую-то анимацию то тогда давайте выше его поднимем мяч на сорок первом кадре так и прописать нужно опять же включить глаз и нажать английская и смотрим что получилось так сорок первый кадр прописываем значит еще нужно так анимацию прописать а ну-ка и и тогда глаз включаем и прописываем английская и включенным глазом в чилд офф смотрим что получилось вот теперь у нас есть угол полета все он ловит но такой вариант конечно если делать анимацию допустим ну как брать вот готовую она вроде бы как тема вот это подходит но если свою прописывать то лучший вариант конечно как я в прошлом ролике добавлял кость и уже когда вы сами пишите анимацию то уже будет проще сразу вписывать анимацию мяча допустим ну такой вариант тоже подойдет именно для готовых для готовых уже анимации допустим из миксама или где-то вы найдете еще какую-то анимацию ну вот здесь вот мяч прописан чисто без кости просто прописанная анимация пустому мячу да ну такой вот вариант так если кому-то нужно будет информация как привязывать кость допустим вот к мячу ну давайте зараз наверное в этом ролике вам и покажу значит это все тогда мы удаляем с мяча удаляем всю анимацию делаем делит и теперь нам нужно какая штука так тройка на нампаде shift a сочетание клавиш добавляем арматуру сингл бон переводим значит сюда нашу косточку сейчас я поближе ее покажу так ставим косточки in front чтобы ее видеть спереди делаем ей s побольше так вот так ее подставляем и теперь привязываем мяч кости через shift ctrl p сочетание клавиш и можно значит привязать как кость или сделать уже связку улт автоматик выжит весами так ну давайте весами и теперь что у нас получается на первом кадре на первом кадре у нас есть значит мяч с косточкой мы его чуть-чуть поднимаем теперь заходим в post mode выделяем всю кость прописываем ей и локрот здесь вот можно отключить видите просто стоит локация ротация и окошко не всплывает теперь мы просто это закроем и если будем нажимать английскую и у нас будет высечиваться вот такое вот появляться окошко здесь значит локация и скайл локация ротация со скайлом можно делать кручение мячу и так далее ну пока лок рот пропишем здесь вот теперь будет немножко конечно все подольше но в принципе все можно так на каком тут он ловит на 47 он должен поймать это все дело значит мы теперь его переводим мяч поднимаем до нашего персонажа единицы на нампаде так подводим лок к рукам вот так и прописываем так смотрим тройка на нампаде чтобы он никуда в бок от рук не уходил ну да где-то вот таким вот образом и локрот и получается что у нас смотрите мяч сейчас будет просто лететь вот ровно ну нужно ему добавить какую-то траекторию да значит здесь на каком-то кадре можно его поднять повыше и локация ротация и вот он здесь уже должен попасть но вы видите что он его теперь не поймает и нужно это все делать теперь прописывать вот самый да неудобный момент это вот теперь нужно прописать все вот эти вот значит нахождение мяча ну в принципе если вы будете делать всю анимацию изначально то это уже будет ну в общем плане да как бы под одно идти и уже все будет попадать нормально так раз и чтобы две руки его вроде как держали и лок рот так смотрим теперь нужно нам все это дело поправлять и чтобы не было смотреть чтобы не было пляски значит да потому что нахождение мяча нахождение мяча допустим я его могу к одной руке подвести и прописать и лок рот а здесь он уже должен будет его брать двумя руками и получается я могу так на шестьдесят четвертом кадре на шестьдесят четвертом мне надо сделать чтобы уже и эта рука его держала и лок рот так смотрим также нам понадобится прописка вот в этом кадре здесь он ловит его и мяч должен как бы ну опять же не плясать потом вот здесь он уже с рук уходит нужно в руках его нормально фиксировать анимацию можно расширить и уже смотреть по кадрам в каком кадре вся эта пляска будет то и ликвидировать так это значит сюда чтобы пальцы опять же смотреть чтобы пальцы не проваливались так ну получается да кадров больше в принципе в принципе вы видите что все можно значит записать и прописать анимацию даже используя кость так здесь теперь как можно поступить смотрите кадр можно shift значит сдублировать на 65 и здесь уже раз он фиксированный просто чуть-чуть значит его от этой точки подтягивать чтобы ну опять же не было пляски и блок рот смотрим вы видите пляски нету вот он еще больше сжимает если где-то будет проскальзывание ну здесь уже на промежуточных кадрах можно еще чуть-чуть вот видите палец пошел а мяч не уходит вниз здесь нужно будет немножко значит подгадать вот теперь он с рукой поднимается ну тоже есть такая штука неудобство ну когда повторюсь вы будете сами если прописывать или даже вот в таком плане добавлять мяч то лучше делать его с косточкой вот так потому что все равно придется прописывать и на тех на том варианте значит больше кадров чтобы амплитуда и мягкость была вот такой вариант первый и второй выбирать вам каким пользоваться ну и первый в принципе для какой-то короткой анимации где там ловит какой-то там предмет камень в принципе тоже неплохой хороший вариант быстрый главное этот чуть подольше все всем пока до свидания